Здарова, это обзор Атмо Порк, я Трэш, и сейчас мы шейканём! Начнём, как всегда, с топов. И сегодня, как вы думаете, что? Да, давно вы просили о топе самых кровавых игр. Настолько давно, что я даже решил перелопатить все сообщения, начиная с нашего первого шейка, чтобы найти самого древнего из вас. И как гласит история, первым был Грингеймер. Ну что ж, море крови я перелопатил, так что скорее поехали! Каждый уважающий себя геймер должен был хоть раз поиграть в Alien Shooter. Хотя игра является изометрической двухмерной аркадой, вышедшей в далёком 2003 году, бодрости она с годами не утратила. Ваша цель проста — очищать тёмные коридоры, лаборатории и склады от полчищ чужих, используя сотни изощрённых способов. В одно мгновение бесчисленная толпа противников будет превращаться в тонны мяса и крови, просто заливающие экраны. Кавай-киллер — это невероятно весёлая и красочная аркада, в которой тебе по принципу фруктового ниндзи будет необходимо истреблять милых лесных зверушек. Но каждой зверушке нужен свой подход. Если лисичку можно просто раздавить, а зайчика разрезать пополам, то чтобы, к примеру, убить скунсика, не притягиваясь к нему, дабы не провоняться, нужно обвести пальчиком вокруг, чтобы задушить его. Игра невероятно добрая, весёлая и дарит хорошее настроение. Уже, наверное, все наши зрители слышали о симуляторе хирурга. Но что поделаешь, она достаточно кровавая, чтобы просто так обойти наш топ. Копаться в чужих кишках — это всегда весело. Особенно, если это твоя первая операция, и ты не в состоянии удержать всё, что попадётся тебе под руку. А что-то можно и вовсе потерять. Что приведёт к тому, что вскрывать грудную клетку ты уже будешь не молотком, а телефоном или карандашом. Постел Постел всегда считалась самой жестокой игрой моего детства. Сожжение тысячи ни в чём не повинных жителей города, Использование кота в качестве глушителя и прочие извращения сделали каждую часть серии запоминающейся. Что же вам предстоит делать в первой части официального порта? Ну, убивать. Убивать много и жестоко. Сначала, конечно же, полицейских, чтобы не мешали издеваться над мирными гражданами. Ещё в далёком детстве я не особо любил простые гонки. Мне всегда нужна была идея и смысл для наматывания кругов. Но с выходом к Армагеддон всё поменялось. Теперь для каждого игрока появился свой способ победы. Кто-то упорно пытается добраться до финиша, кто-то уничтожить всех соперников, а кому-то больше по душе передавить 500 видов живности, получив абсолютную победу. Эх, что может быть ярче мира, который ты видишь через красное лобовое стекло? Для тех, у кого слабое устройство, или кому просто захотелось поиграть во что-нибудь хорошее, что он мог пропустить или позабыть, я предлагаю отправиться вперёд в прошлое. Ну как предлагаю? У вас-то и выбора особо нет. Если вы ищете забавный приключенческий квест с невероятной графикой, то я напоминаю вам о шикарной игре под названием Лили. Тебе предстоит отправиться на загадочный и сказочный остров, чтобы найти хотя бы крупицы цивилизации. Ознакомившись с деревянными жителями острова, тебе будет необходимо решать головоломки, выполнять задания и сражаться с духами, забравшись им на спину и выкорчевывая зловредное растение. По мере прохождения ты будешь играть в интересные мини-игры и прокачивать способности героини для прохождения более сложных заданий и боссов. А теперь перейдём к сладенькому, к игре недели. Конечно же, игрой недели стал ожидаемый всеми нами Shadow Blade Reload. Или не всеми! Shadow Blade Reload – один из самых ожидаемых платформеров этого года. И причина ясна. Приятная графика, простой геймплей и интересный сюжет. Ты возьмёшь на себя роль последнего ниндзя из древнего клана, уничтоженного врагами. Дабы не кануть в лету, тебе будет необходимо отомстить за смерть братьев и вернуть реликвии народа. На протяжении семи глав ты будешь раскрывать новые подробности сюжета через комиксы. Управление не вызывает сложности с первой секунды, а счётчик времени и рекорды оставляют интерес к реиграбельности. К тому же вы сможете создать собственные уровни и соревноваться в них. А теперь время узнать, чего же нам стоит ожидать на платформе Android в ближайшем будущем. Помните шикарный клон Gears of War под названием Shadowgun? Так вот, компания Madfinger не остановилась на достигнутом и показала трейлер практически завершённой Shadowgun Legends. Как ты успел заметить, Shadowgun стала выглядеть несколько иначе. Теперь это экшен от первого, а не от третьего лица, а враги станут походить больше на инопланетную угрозу, нежели на наёмников. По слухам, мы всё так же будем играть за охотника за головами. Развитие героя и костюмизация тоже никуда не делись. Как и прежде, в комплекте с игрой, конечно же, будут идти мультиплеерные сражения. На сей раз с крафтингом, квестами, гильдиями и даже совместными рейдами. Ну а как всё это будет играться, мы уже узнаем в четвёртом квартале этого года. Ну и напоследок, поднимем себе настроение с занятным трэшем. Когда кто-то говорит слово трэш, первое, что приходит мне на ум, это индийский. Только индийскому кино удаётся показывать полный трэш на серьёзных щах. Но что может быть трэшовее, чем индийское кино? Правильно, игра по нему! Прошу прощения, что я не подготовился и не посмотрел фильм Акира для того, чтобы узнать, кем же является протагонист Акира The Game. Но как героиня она совсем не выглядит. Но всё же, что-то героинное в этой игре есть. На первый взгляд, мы играем за какую-то офисную секретаршу, которая отвешивает тумаков перекаченным амбалом. На второй взгляд, ничего не меняется и шок только прибавляется. Ну а при третьем взгляде, ты уже с придурковатой улыбкой рубишься в трэшовый индийский файтинг, позабыв о Mortal Kombat. Акира The Game просто-таки жесть, в которую я настоятельно советую поиграть, дабы поднять себе настроение. Напоминаю, что в видео скрыта такая печенюшка с предсказанием. Тот, кто первый её обнаружит и укажет об этом в комментариях, получит от меня сигну на стенку Века. А на сегодня это всё. Ставь лайк, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. Увидимся! А на сегодня это всё. Ставь лайк, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. Увидимся!